Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова священник Иоанн Тераутс, и мы с вами продолжаем разбор первого послания апостола Павла Коринфянам для библейского портала Экзегет. В прошлый раз мы говорили о 12 главе, в которой апостол Павел продолжает тему нестроений в богослужебной жизни коринфских христиан, и сейчас 13 глава — это гимн любви. Прекрасная глава, прекрасные слова, которые на самом деле родились чисто из практической повестки дня. Это удивительно, что в каких-то... Ведь написание посланий было неким таким просто словом апостола, но богодухновенным словом. И как Дух Святой, в ответ на, может быть, те моменты, которые кажутся бытовыми, рождает прекрасное, емкое произведение, которое сегодня мы можем назвать настоящим гимном любви. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднятся. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое, теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Я взял на себя смелость прочитать сразу, непосредственно перед толкованием, весь гимн любви, потому что разрывать его на части было бы, наверное, беззаконием. А теперь давайте вернемся к самому началу. Апостол Павел говорит удивительную вещь. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий и кимбал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Удивительная вещь. Ведь люди, которые говорили языками разными, имели такой дар Духа Святаго, считали себя очень близкими к Богу. Дело в том, что этот гимн любви нельзя воспринимать вне контекста. А контекст или начало, начальные идеи заложены в предыдущей главе, в 12. Апостол Павел также исправляет проблемы этой общины, коринфской общины. Итак, среди язычников и среди христиан экстатические состояния, в которые человек мог входить вне его воли, это было не инициировано самим человеком, а он туда входил под харизматическим каким-то божественным действием. А также мы уже выяснили, может быть, и в прелестном состоянии находясь. Это говорило окружающим о какой-то особенной связи с Богом. Вспоминаем языческую практику, что существовали оракулы, которые, входя через наркотические средства, либо какую-то психосоматическую составляющую, они входили в состояние и говорили каким-то там страшным не своим голосом или вообще, в принципе, может быть, даже на другом языке, говорили какие-то пророчества, которые даже сами и не понимали. Состояние транса. Примерно таким же образом воспринимались люди, которые обладали даром языков. Также мы с вами выяснили, что люди, обладающие даром языков, люди, обладающие такой какой-то особой силой веры, они очень возносились над остальными христианами. Но оказывается, что если здесь нет любви, если это бахвальство, если дар Духа Святаго воспринимается как средство для возвышения, для надменного взора на других, а что значит отсутствие любви, он не приносит никакой пользы и является даже, можно сказать, вредным. Я медь звенящий, и кем вал звучащий. Если бы мы перевели на современную, на какую-то стилистику, наверное, можно было бы сказать, что я как банка пустая звучащая, валяющаяся там или звенящая по земле, если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Оказывается, ни хорошая проповедь, ни откровение, которое Господь не спасывает своему стаду, ни величайшая вера без любви не дает ничего. Здесь речь идет скорее не о дарах уже Духа Святаго, а о плодах Духа Святаго духовных. Мы об этом с вами не раз встречаем упоминания на страницах Нового Завета, а наипаче у апостола Павла. Плод бы Духа есть, и далее апостол Павел перечисляет те плоды, которые человек может стяжать, среди них и любовь, и мир, и долготерпение. То, о чем мы будем сейчас с вами говорить в контексте этого гимна. «И даже если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имеют, то нет мне в том никакой пользы». Как часто мы встречаемся с тем, что раздавая милостыню или приютив людей в нашем доме, давая им возможность каким-то образом, может быть, справиться или получить благо этого мира, мы делаем это не из любви, а из чувства собственного достоинства, из чувства, из желания почувствовать себя выше этого человека, почувствовать себя таким вот благодетелем. Бывает, что мы строим какие-то даже превосходные, громадные храмы только из-за того, чтобы другой посмотрел и сказал, уизумился, увидел это. Но оказывается, это не приносит пользы мне, не приносит пользы мне, как некому источнику этого милосердия, этой милости. А дальше апостол Павел говорит удивительные вещи. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Что значит «любовь долго терпит»? Здесь апостол Павел показывает признаки любви. Долготерпение — это когда тебя что-то раздражает, тебе что-то не нравится, но ты не обращаешь на это внимание, ты не выплескиваешь это наружу. По всей видимости, долготерпение здесь имеется в виду именно это. милосердствует. Ведь как сложно, но и в то же время как важно принимать людей с их недостатками, как удобно любить человека с его достоинствами, любить его красоту, любить его ум, любить его манеру вежливого обращения к себе, но как сложно любить его недостатки, хамство, как сложно любить глупость, как сложно любить остальные недостатки человека. Но любовь это делает. Настоящий плод Духа Святаго делает это возможным. Любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится. Давайте обратим внимание на это. Здесь можно воспринимать эти слова как некую такую связанную тройку признаков. Некоторые коринфяне завидовали тем, кто имел дар Духа Святаго, например, дар языков. Поэтому любовь не завидует. Они тоже не имеют любви, раз в них есть зависть. В то же время любовь не превозносится, а некоторые люди, которые имели дар Духа Святаго в виде дара языков или пророчества, или чудотворения, они превозносились над остальными, считая себя избранными, самыми лучшими, самыми, может быть, посвященными в тайны Божьи членами церкви. Так вот, они не имеют любви, раз они превозносятся или гордятся. Дальше. Не бесчинствует нищет своего, не раздражается и не мыслит зла. Дело в том, что люди, входящие в эти экстатические состояния, очень часто совершали бесчиние в церкви, потому что это могло совершаться прямо на собрании христианском. Об этом мы будем с вами читать в следующей главе. Так вот, если мы имеем любовь, и этот плод уже Духа Святаго, который, несомненно, больше, нежели даже дары Духа Святаго, потому что плод Духа Святаго неотъемлем, он уже есть в нас. Так вот, любовь не позволит нам бесчинствовать или искать своего, своей выгоды. Когда человек, на самом деле, живя в этом секулярном мире, в этом мире, в котором собственная выгода всегда превосходит выгоду общую, вдруг сталкивается с настоящей, подлинной любовью, конечно, отступает этот недуг от его сердца, от его разума, ума. Не радуется ни правде, а сорадуется истине. Не раздражается, не мыслит зла. Так вот, на самом деле, мы иногда с вами раздражаемся и мыслим злое о человеке. Мы интерпретируем его поступки тем или иным образом, используя как инструмент этой интерпретации, свое злое сердце. И, конечно, остаемся не в истине, не в правде и неправильно воспринимаем действия того или иного человека. Не радуется ни правде, а сорадуется истине. Это тоже признак любви, когда мы радуемся правде. Мы не ищем возможности с помощью лжи, с помощью неправды, подлога каким-то образом получить выгоду. Мы радуемся тому, что торжествует правда. Опять же, чаще всего в Священном Писании за словом «правда», за переводным словом в синодальном переводе «правда» стоит слово «праведность». А праведность созвучно слову «истина». Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Что значит «все покрывает»? И от экзегетов отождествляют этот признак с тем, что любовь покрывает недостатки. Любовь их даже не видит, поэтому всему верит, всего надеется и все переносит. Конечно, здесь речь идет не о какой-то такой патологической слепоте, здесь речь идет не о том, чтобы воспринимать мир в таких розовых очках, здесь речь идет о сознательном выборе, о сознательном отношении таковом к миру. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Здесь, скорее всего, речь идет о сегодняшнем нашем времени. Мы сегодня с вами не видим людей, обладающих даром языков. Это были признаки молодой церкви, которая только-только начинала свой путь в этот мир, которая только-только интегрировалась в разные культуры. Сегодня таких даров Духа Святаго, можно сказать, встречаются очень-очень редко. Дар пророчества, языки умолкнуты, знание упразднится. Но любовь никогда не перестает. Этот плод Духа Святаго, который наполняет смыслом все остальное, всякую добродетель, всякое действие христианина не прекратится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Дело в том, что вот эту часть можно воспринимать двояко. С одной стороны, в плане вечности, что в жизни вечной, перейдя за врата смерти, перейдя за врата седьмого дня, в контексте которого мы сейчас с вами живем, уже не будет пророчеств, уже не будет языков, уже не будет какого-то особого нового откровения. Потому что это сейчас, вот здесь, в теле, вот здесь, в контексте еще до второго пришествия Господа Иисуса Христа, мы как младенцы, мы смотрим на все как через тусклое стекло, гадательно, а потом лицом к лицу, а потом мы придем в меру совершенного возраста, а потом мы все поймем. И единственное, что будет для нас самым важным, что остается самым важным и сегодня, это любовь. Любовь будет связывать нас с Богом, любовь будет связывать нас с ближними, любовь будет связывать нас и приносить нам счастье. Сегодня любовь тоже приносит нам счастье на самом деле. Хотя иногда она тяжела, трудна, но она приносит счастье. И никогда даже самый несчастный в любви человек не откажется от нее и не скажет, что лучше бы я никогда не любил. Притом здесь речь идет о разных степенях любви, о разных формах любви, о любви к детям, о любви между супругами, о любви к Богу, о любви к друзьям, о любви служении, агапе, греческом термине. Есть же и еще другая интерпретация у экзегетов. Это интерпретация канона, что молодая церковь формировала библейский канон. Когда апостол Павел пишет, апостолы пишут послания, Евангелие, возникают пророчества, откровения и так далее и тому подобное. И когда библейский канон завершен, когда все книги откровения вот такого уже завершены, тогда прекратится и пророчество, и дар языков, но любовь останется. И если сегодня, почему апостол Павел тут говорит о том, что мы видим как бы через тусклое стекло, здесь вот эти интерпретаторы видят следующую характеристику, что не апостол Павел до конца не знал откровения, не видел его в полноте, никакой из апостолов, но они собирали как бы мозаику, общую картину, которая предсталась сегодня перед христианскими общинами в виде Нового Завета. Это вторая интерпретация данного отрывка из 13 главы первого послания Коринфянам. А теперь пребывают все и три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Апостол Павел многое внимание уделяет теме веры. Вера очень важна, вера необходима для христиан. Притом, дело веры, труд любви и терпения упования, как говорится в прескрипте послания к фессалоникийцам, в молитве послания к фессалоникийцам. Дело веры необходимо. Надежда. Сегодня мы воспринимаем слово надежда как некую такую веру или ожидание того, что не факт, что случится, но мы бы хотели, чтобы случилось. Надежда в контексте послания апостола Павла это уверенность в Иисусе Христе, уверенность в Боге. Это некое такое следствие веры, следствие принятия откровения Божия Нового Завета. Любовь. Но любовь из них больше. Да, действительно, эта любовь делает веру настоящей, не, как сегодня, наверное, модно говорить, не токсичной веру делает, делает правильной надежду, делает христианина трезвым и действительно полноценным человеком и гражданином своего общества. На этом мы закончим с вами данное видео и, соответственно, 13 главу послания Коринфянам и перейдем к 14 в следующий раз. Храни вас и Господь. Желаю всем всего доброго и молитвами Пресвятой Богородицы спасения души. Субтитры создавал DimaTorzok